здарова народ сами джон он же больше месяца прошло с выхода королева ведьмы 312 но сегодня в этом ролике собственно мы поговорим о том что же у нас за этот месяц уже принципе произошло обсудим что нам там делать с этим дополнением стоит ли вообще в него играть не стоит и как собственного купить да потому что связи со сложностью ситуации в мире до возможности покупки этого дополнения для россиян и белорусов вы отрезана в playstation story по поводу иксбокса я точно не знаю но вроде тоже и в этом и в стиме но прежде чем все это дело обойти ну то есть мнение так сказать дополнение рассказать о сезоне в целом о сезоне возрождения да хочется вот пройтись по таким вот немножко будничным делам как будничным касаемо стримов наших и видосов которые мы выкладываем ну то есть то что я каждый видос делаю по сути в общем я думаю многие из вас знают да то что у нас тут скорее всего скоро за роскомнадзор заблокирует youtube то что твич не выплачивает стримером зарплату российским да то есть здесь даже не то как с ютюбом и с другими сервисами происходит то есть них там ряд банков находится под санкциями ты банк поменял привязал его к своему аккаунту тебе на этот аккаунт перечисляют все таки зп отвеча по-другому он видит что у тебя российский аккаунт и такой нет у тебя есть только одна опция придержать мои выплаты ну соответственно то что у меня там накопилось за за март я получить точнее за да за февраль слэш март я получить не могу народ это видит перестает уже потихонечку подписываться и стримы у нас такие переходят в такую фазу типа стример что у тебя почему тебя так бомбит ну понятное дело что по сравнению с тем что сейчас в мире происходит такая это ерунда и грех шаргаловаться да но все-таки как может показаться на первый взгляд но все-таки это то мой основной заработок да то чем я занимаюсь туда счет чего я живу да и что мне в принципе нравится и вот с этим приходится адаптироваться как говорится поэтому как думаю многие из вас знают у я вот завел вот яндекс зен где я параллельно публикую ролики касаемо ютюба касаемо того что у нас здесь не происходит ну параллельно с ютюбом здесь вот ролики публикуются также у нас есть trovo стриминговый сервис на который скорее всего если ситуация ближайшее время не поменяется я буду переходить а с твича поэтому подписываемся жмем кнопочку отслеживать здесь да вот все ссылочки будут в описании по поводу у всего остального да что у нас касается дополнения того как его купить так далее у меня в видосе будет просто гигантское количество ссылок в описании ролика но и в закрепленном комментарии сразу скажу я по всему пройдусь очень поверхностно я укажу также ссылочки на те на youtube сообщества на мой дискорд на телеграм где мы это обсуждали с нашим собственной комьюнити я вот у людей спросил вот какие способы вы там нашли для того чтобы покупать для того чтобы дать банджи те деньги которые они не хотят от нас получать но от российского региона и белорусского до снг по сути в принципе почти ну то есть потому что как я думаю многие знают да вот нас psn допустим тот же самый перекрыли для россии но при этом перекрыли целую кучу других стран которые пользуются у которых psn русский соответственно это сейчас очень такая горячая тема для многих собственно как заплатить разработчику деньги за для того чтобы поиграть его игру соответственно вот я постараюсь просто пройтись по dlc пройтись по сезону то что там не показалось основные моменты что там было хорошо что плохо ну и также как вот все это дело купить принципе ну и потом кому будет интересны подробности я вот выложу все ссылочки на те сервисы про которые я говорил буду говорить точнее про те обсуждения которые там вот комьюнити нас велись в общем все это постараюсь вот выложить ну а там уже я надеюсь вы там в комментариях еще от себя тоже добавить и что-то дополнить и что-то поправить и может быть где-то я назвал потому что скорее всего так и будет так как тема достаточно обширная информации там много и все как-то это структурировать да и привести в порядок ну немножко проблематично особенно учитывая то что надо все-таки когда-то еще и спать ну да ладно в общем после вашего лайка какой-нибудь комментария подписки на канал прожать колокольчик для того чтобы писать вновления выходе новых видосов и подписки на все эти ссылочки которые я там вот скину да вот касаемо канала то есть на телеграм-каналы на дискорды там на youtube и так далее на яндекс зен на троу в общем на все это подписываемся чтобы оставаться на связи ну и также на группу вк потому что ну скорее все ситуация меняется у нас каждый день так что постараемся оставаться на связи ладно вступление которого хватит на отдельный ролик но все-таки имелось думаю имел смысл все это дело озвучить чтобы было понимание о том насколько тема масштабная ладно погнали в общем по поводу королевы ведьмы ну начнем самого очевидного именно сюжетные составляющие там ну или сюжетки в принципе если не вдаваться особо во спойлеры то она прикольная ну то есть это действительно для банджи такой вот небольшой скачок вперед то есть у нас есть 8 сюжетных миссий и также нам предлагается выбор либо проходить их на сложности на нормале либо проходить их на легендарной сложности но про все это я уже в отдельных видосах рассказывал кто захочет может ознакомиться отдельно да но здесь вот как вы видите сюжетку я вот прошел на охотники к примеру да и мне предлагается выбор то есть я могу любую из этих миссий перепроходить на любом уровне сложности сколько мне захочется и банджи к сюжетной миссии сюжетным миссиям подошли вот интересно то есть да у нас наконец-то появились более менее неплохие сюжетные повороты там ну некоторые из них у меня конечно вызывали вопросы там я думаю те кто у меня на стримах было мои видосы видел эту тему помнят ну особенно ближе там концу есть парочка для меня по крайней мере спорных моментов но окей принципе это прикольно то есть то как и у нас там организован геймплей вот эта вся механика с ульем который обладает светом с призраками которых надо душить со всеми этими новыми пушками экзотами шмотками которые нам еще в процессе вот если надо быстро поднять уровень силы надо проходить сюжетку на легенде чтобы потом получить какие-нибудь экзоты в конце какие-нибудь шмотки ну 15-20 уровень силы да и это вам как-то поможет во всем этом деле освоится ну проходить сюжетку как я выяснил да вот на легенде проще в соло ну по крайней мере если у вас с вашими тиммейтами прямо так скажем ну немножко разный уровень игры да вот как-то в одиночку мне это было проще делать но здесь каждый выбирает сам дальше что сюжеткой допустим и выяснили но это есть и спойлер не даваться далее нас там идут и продолжение там сюжетной линии парочка квестов квестов на экзотические там какие-то пушки наш какие-то отдельные а миссии типа источника тайного глаза ну вот я точно показывать буду да то есть вот мы допустим закончили сюжетку нас там будет прямое продолжение сюжетки это там экзот квест достаточно прикольный на гранатомет в третий слот паразит вот реально я когда этот квест проходил я прям орал то есть с червем саватун достаточно прикольно было взаимодействовать клевые там уж клевые там от него реплики и так далее в общем принципе квест составлен достаточно креативно у нас там еще есть парочка квестов на другие пушки и парочка миссий то есть это было все круто это вот сюжетная сюжетный квест на паразита на этот гранатомет это для меня одно из самых главных впечатлений этого дополнения то есть второе прикольное впечатление для меня было когда мне наконец-то упала плазминка избавления первый слот стазисная ну когда я только-только пошли мы дэйван проходить ну рейд да вот про рейд я тоже отдельно потом расскажу ну так вот забегая немножко вперед это было тоже круто ну в целом да ну также еще там у нас есть парочка интересных пушек такие как те же самые глефы да вот это новый вид вооружения то есть у нас есть легендарная глефа по-моему даже две легендарные глефа 1 вот за процессе прохождения сюжета дается и вроде бы она бесплатная то есть там у нас есть две сюжетные миссии которые доступны вообще всем ну даже тем кто королеву ведьму не покупал и они также могут скрафтить себе вот эту глефу да и вроде бы на этом их общение сделать и заканчивается в смысле в том плане до бесплатная часть то ее плане крафта но про крафт тоже мы потом отдельно поговорим хотя я уже про него говорил в нескольких видосах ну то есть да помимо всего прочего что у нас тут есть помимо глефы и помимо глеф нового вооружения помимо каких-то новых пушек связанных с этим сезоном ну про который у меня есть отдельный ролик и там еще в дальнейшем я по экзотические глефы про парочку из них я тоже отдельные ролики записал кто не видел можете ознакомиться плюс еще про парочку пушек мы поговорили и про вообще в целом про вооружение которое у нас в этом сезоне есть но ролик у меня там немножко неполный парочку стволов надо мне еще осветить в общем да также у нас есть вот так называемые алтари отражений которые вот мы проходим разгадываем там загадки то есть там надо в специальную локацию забежать в правильном месте встать чтобы у тебя сложился знак саватун да вот дальше ты идешь по сюжетными дальше по сюжету вот этой вот конкретной миссии ну вот эти миссии у меня есть отдельно на канале если вдруг кто-то наткнется на ютюбе если вдруг кто-то наткнется на какие-то затыки прохождение во время них мы так сказать с разгадываем некоторые загадки саватун так называемые две лжи и две правды да где она нам дает намеки на будущее определенное точно так же кстати поступает каяталь в миссии экзотической тайный глаз ну миссии на гранатомет во второй слот гранатомет который кстати может менять стихии разные что делает его достаточно прикольным но в пве я не заметил его особой такой вот полезности прямо пока что может быть это на гмах станет понятным но папа парочку раз против него попавшись и у меня попка немножко подгорела также у нас на тронном мире да вот мире престоле саватун есть вот парочка новых налетов да вот все-таки банджи завезли нам налеты в этом дополнении но при этом не завезли и новые карты в пвп и новые карты гамбите было обидно но они добавили парочку старых карт которые у нас до этого были и в ближайшем где-то будущем течение года собираются добавить новую карту совершенно новую карту пвп какая щедрость в общем как то так также они полностью перелопатили нам гамбит сделав усложнив ряд механик из-за чего мне кажется играть не в него с рандомами стало еще тяжелее ну особенно учитывая тот баг который у нас там с одной пушкой сейчас секу а склятвы ирианы во да вспомнил которая ваншотала всех в тело и в голову постоянно по кд но да ладно в общем далее у нас есть еще из новых активностей источник обороны на шестерых человек с матчмейкингом где надо также пармить всякие там сезонные пушки которые необходимы для того чтобы скрафтить да вот нас тут по поводу крафта новая появилась схема ее можно посмотреть в меню образы и катализаторы то есть у нас там есть различные пушки которые выпадают с сезонных активностей тайну такие как источник собственно пардон сезонных активностей такие как psy операции к примеру там сладкая горечь автомат падает с все операции то есть надо будет несколько образов их собрать ну как несколько образов то есть нам падает пушка с красной рамой которую надо будет прокачать то есть убивать с нее мобов различных или или противников стражей или проходить не какие-то активности там вот при проходении какой-то активности и 30 процентов дает прокачки этой пушки вот ну и ты вот все вот эти образы собираешь пять штук таким вот образом и потом можно будет в анклав полететь и их скрафтить и таких вот анклав это такая вот зона высадки да вот местный социальный хаб на марсе то есть марс у нас частично вернули по сюжету но не полностью ну если кто не помнит да вот марс в числе там других планет и локации забрали пирамиды ну флот пирамид с которым мы его сейчас вот взаимодействуем а именно ну и с ними и со свидетелем свидетель у нас также является ну по крайней мере его послушник рул да является главным боссом рейда клятва послушника проходя который мы там узнаем аудиторию проникаемся там или не проникаемся зависимости от того там что как с этим кто как этому относится но рейд сам более-менее прикольный мне понравился только есть такой момент что там очень много всяких знаков которые надо запоминать которые надо озвучивать перекидываться между этими знаками с тиммейтами да и за ты из-за этого многие жалуются на рейд то что они не могут в него просто зайти почилить ну а им постоянно приходится давать какие-то холлауты ну в общем здесь я могу сказать что это глубоко субъективная штука но в целом рейд неплохой ну знаете такой вот на уровне склепа голового камня чуть похуже хрустального чертога на мой взгляд но который у нас до этого шел но опять же здесь я повторюсь то что хрустальный чертог для меня это один это мой первый рейд в десне вообще в принципе кто еще первой части появился поэтому я сниму особое отношение но да тут я не могу быть до конца объективным можете отписать свое мнение по поводу рейда клятва послушника в комментариях то есть мы вот этот рейд проходим дальше нам становится доступна миссия сохранения ну то есть она уже принципе доступна где мы продолжаем вот общение с эти с этой локацией а именно с пирамидой да вот в которой базировался у нас рук и там вот узнаем как вот мы будем действовать дальше собираем какие-то лорные книжки двигаемся дальше ну принципе миссия неплохая где-то минут на десять прикольно дальше у нас есть вот сама локация тронного мира саватун а где саватун где можно побегать по локациям по выполнять патрули поискать какие-нибудь секретики те же самые квали хоры да где там надо пойти по следу и просканировать труп презренного и потом после этого все эти вот коли пора собирать то есть по всей локации надо вот бегать из искать это для того чтобы потом дальше найти дистиллятор воспоминаний там вот когда руки до него дойдут тоже парнем может быть расскажу но в принципе да она запихали банджи в эту локацию дофига всего то есть это по первым то есть это далеко не европа на который там многие жаловались то что там практически ничего не было вот пожалуйста хотели контента получайте здесь очень много всего понапихано на эту локацию в контент дополнения там плане пушек крафта и так далее то есть вот что меня правда напрягает пулу по поводу крафта здесь каждую пушку необходимо крафтить отдельно то есть ты собр ты прокачал допустим три пушки злого наговора да и тебе надо эту пушку скрафтить с теми перками которые там предлагается ограниченное количество то есть тебе на прокачку каждого перка нужен определенный ранг по максимуму к тому как у какой-либо пушки их 16 то есть к примеру чтобы разблокировать перк между двух огней мне надо пушку прокачать до восьмого уровня ну если кто не понял да вот чтобы прокачать выполнить там пушку с резонансом до чтобы вытащить из нее элемент какой-нибудь примеру искусный элемент необходимый для крафта или еще что-нибудь такое мне надо доделать на ней один уровень то есть грубо говоря убить 100 мобов ну очень грубо говоря да мне вот таких вот уровней надо допустим ради этого перка сделать 8 ради вот этого перка ну к примеру 7 но у меня там есть какие-нибудь перки которые нужен 12 уровень и 16 то есть масштаб прикольный да то есть вам с одной пушкой надо грубо говоря жить миссии там с ней проходите в на пж с этой пушки убивать и так далее в общем все достаточно прикольно и весело нет то есть к примеру вот пушка избавления который там качал до 23 уровня вот это я аналогичную чтобы мне скрафтить не опять же надо ее вкачивать до где-то 16 уровня чтобы там были перки которые но чтобы я там мог любые перки на ней выбрать и допустим перекинуть на другого персонажа то есть то что мы предполагали перед стартом сезона к примеру я между двух огней открыл на одной пушке она становится доступна для крафта другой пушки такого нет каждую пушку надо качать отдельно вот это такой вот небольшой камень преткновения в этом вопросе над которым банджи я думаю поработают когда-нибудь потому что они уже решили отказаться от всяких там искусственных материалов от энергетических материалов оставить только нейтральный элемент который у нас падает с любой пушки когда вот мы ее прокачиваем да и достаем из нее вот эти вот материалы но да бог с ним то есть у нас вот пока что такое количество стволов доступно для крафта ну их пока не особо много но банджи говорит что будет в будущем добавлять то есть в англаве все это достаточно прикольно будет у нас там есть алтарь но и где мы все это дело крафте вот далее по поводу сезона теперь поговорим по поводу сезона возрождения то есть если сюжетку мы проходим сразу ну 8 миссии 8 миссии дополнения то сюжетки сезона у нас четыре недели был на четыре недели было все разбито ну то есть это можно посмотреть по поручениям да по сезонным испытаниям то есть к примеру у нас на первой неделе сейчас вот я найду операция эльбрус первая неделя потом операция эльбрус вторая неделя и так далее но это когда вот мы взаимодействуем с каятель когда вот нам на протяжении сюжетки королевы ведьмы дается выбор то есть идти дальше по сюжетке или пообщаться там с каятель и продолжить сюжетку сезона то есть типа они идут вроде бы как бы параллельно но при этом сюжетка сезона у нас продолжается после после того как мы уже закончили наши дела с саватун то есть мы разбираемся так сказать с последствиями и его там на протяжении вот этих четырех недель неплохо неплохая сюжетная ремень разворачивается с саватун с каятель с саладином с вороном ну я там спойлерить особо не буду потому что там достаточно все прикольно как минимум второй и на четвертой сюжетных неделях да вот на этих отрезках очень неплохие прям синематики постановка рассказа да и прям до мурашек особенно в некоторых местах ну это я это мне следует уточнить то что это в рамках сюжетки десни второй то есть здесь вот банжи реально скакнули ну прыгнули очень высоко ну относительно своих прежних планов то есть до этого могу вспомнить то что у нас было так вот прикольно в сезоне рассвет когда вот мы высвобождали там сейнта когда вот мы находили свою собственную гробницу в будущем да и доставали пушку пастион экзотическую то есть вот все это было круто и здесь вот они такой вот вектор продолжает мне понравилось то есть прям хорошо вот сюжетная миссия неплохая ну для тех кому непонятно да вот если кому-то не нравилась там сюжетная линия вдруг за гранью света или короле ведьмы на мой взгляд на моим по впечатлениям она лучше вот вот то что касается вот короля ведьмы гораздо лучше здесь все чем то что у нас было в за грани света однако к сожалению негативных моментов тоже дофига то есть банжи до сих пор не разобрались кучу проблем у нас в игре до сих пор куча багов до сих пор есть проблемы с вопсами до сих пор есть проблемы там с каким-нибудь балансом примеру да то есть у нас есть появился новый подкласс ну как новый подкласс переработанный подкласс пустоты они его сделали по аналогии составе сам ну вот со всеми этими со способностями с фрагментами с аспектами и так далее то есть вы можете все здесь выбирать кастомизировать суперспособности тут выбирать отдельно то есть уже это не привязано каким-то веткам как это было в старых подклассах я хочу какую-то способность но при этом мне придется мириться с какой-то суперспособность сюда то есть просто у меня на выбор три штуки нет здесь теперь все кастомизируется гораздо лучше примерно как это у нас было первой части как это должно было быть изначально во второй части тоже вот кто кстати многие не знают что суперспособности у нас вот меняются вот здесь вот этой ветки вот так вот переключаться можно между ними и вот все вот эти Новые суперспособности Новые аспекты, новые фрагменты Надо доставать либо В сюжетке нового света, если вы начинаете Игру только-только в космодроме Через шоу Хана Если вы уже играли в игру Ну, прошли там Определенные отрезки, то надо это делать И у Куру Рэй, то есть мы прилетаем к ней Забираем у нее фрагменты, аспекты, медитируем И кайфуем, вот, с этим я думаю Понятно Ну, далее у нас тут система у вендоров поменялась То есть банши у нас Поменялся, к примеру, у него нет больше Надоедающихся оружейных материалов И у него качается ранг Но при этом, допустим, те же самые Ментальные данные, очень многие столкнулись С проблемой, то что ты не можешь по сюжетному квесту Продвигаться, пока ты эти ментальные данные Не потратишь, или Не удалишь их, потому что там по сюжетному квесту Надо где-то 500 штук достать, а ты не можешь Их доставать, пока ты У тебя их 2000 максимальное количество Но с этим банши вроде разобрались Как раз, когда мы прошли сюжетку Спасибо, Банжи Также у нас тут имеются высшие сплавы Которые необходимы для Крафта пушек Здесь вот у нас возникли с ними проблемы Потому что Сперва их мастер Рахуль продавал Ну, криптарх на башне Но при этом Они очень долго у него не продавались Так как он их продает за 400 легендарных осколков И он их не продавал в течение недели После кулдауна Но это поправили И возместили потом Ну, окей То есть Возвращаемся к вопросу о балансе То есть у нас ПОП сейчас заполнено Невидимыми охотниками Титанами Которые бегают под щитом Который им дает Аспект Бастион И Варлоки Которые там вот Окружены шариками Которые создаются при При расколе Которые у всех Высасывают жизненную силу Ну, достаточно стрёмный Выглядит Ну, касаемо Варлока То есть там вот Я думаю, многие видели Мой видос касаемо Шоточего Ускорителя Лоренца Под новым экзотом Который называется Сейчас я даже покажу То есть да У нас три экзотические шмотки Появилось В этом дополнении Одна из которых Это перчатки возрождения Ну, когда ты там Бросаешь гранату Теневого поля У тебя увеличивается Ну, по тебе уменьшается урон Ну, грубо говоря Далее вот у нас На Титана появился Очень красивый По мнению Куча народа шлем Который позволяет Ставить всякие Солнечные пятна Когда вот вы там Ставите баррикады И так далее И у вас при этом Увеличивается урон С различных пушек И вы при этом Еще откиливаетесь Это точно такая Мощная тема Особенно для того же Самого ускорителя Лоренца Который Баф от этого пятна Позволяет вам Шотать ваших противников Тело Ну, то же самое С Лимонархом Также у нас тут есть Новый экзот Секущие Секущие нити То есть Селивающий раскол Который вы создаете Создает также Эффект пожирания Урон Который вы Ваши союзники Наносите Нокляясь в усилищем расколе Дестабилизирует врагов В общем Тоже достаточно Мощная тема Ну Надеюсь То, что все-таки Проблемы с фпсами Банжи поправят То, что Вот та ситуация Которая сложилась В мире Разрешится И можно будет Нормально Не то, что Игру покупать Но жить как-то Потому что Многие люди Там Очень сейчас Сильно Страдают В странах Задействованных В этой В сложившихся обстоятельствах Я вот это все Дело озвучивать не буду Потому что у меня Игровой канал Все-таки Но Вы понимаете О чем я говорю Там Предоставлю возможность Более компетентным В данном вопросе Людям Про это говорить И Вы это и так Слышите Из каждого утюга Практически Я вот Надеюсь Что хотя бы Здесь Люди Которые От всего этого устали Смогут передохнуть Хотя бы О такой мелочи При задуман О такой мелочи Там озаботиться Как игры Особенно Destiny 2 Ну хотя бы Чуть-чуть Вот Далее Что В принципе По поводу Дополнения По поводу сезона Я вот основное Рассказал А По поводу Пси Полей пси сражений То есть Это основная активность Которая у нас там есть В сезоне Ну Опять же Это похоже на те Это активность Похоже на то Что у нас было раньше То есть Где мы Сражаемся Уже только не против Кабалов В этих активностях А вместе с ними То есть Проникаем в мозг Там подследователям И Саватун И пытаемся Склонить их На нашу сторону Да вот Там вот псионы Ведут допрос При помощи своих Таких вот Ментальных атак Ну в общем Что-то типа Таких вот Упрощенных налетов Вот эти вот миссии Я вот так скажу Но там при этом Есть вот всякие Воители с барьерными Счетами С неудержимыми Счетами И так далее Ну Я думаю Там понятно Особо вдаваться в детали Если вы какое-то время В игру играли До этого И планируете вернуться То есть у вас там Никаких сложностей Ни в одни На легендарной сложности Ну Помимо всего прочего У нас появилось Три новых печати То есть печать Связанная с рейдом Убийца послушника Да Где надо определенные Челленджи закрыть Детектив Где нам надо Завершить все триумфы Королевы ведьмы Ну и У сезона возрождения Возрожденный Тоже там Отдельный триумф Где нам надо Пройти там Всякие пси-сорожения Прокачать полностью Терминал Ну и так далее Ну стандартная тема В общем И в целом Ну здесь хотя бы Банджи Не совершили подобную ошибку Как сезоном охоты То есть они решили Сделать сюжетку короче Но более насыщенной И прикольной А не то как у нас было Сезоном охоты Где ну Типа есть ворон Где у нас Невразумительная Эндгейм активность Ну сезонная Да И где Невнятная сюжетная линия У нас присутствует Которую уже наверное Вряд ли кто-то помнит То есть тут вот Четко Первая, вторая, третья, четвертая Да и в принципе Все более-менее нормально Вот Ну Скорее всего Я здесь при упоминании Всяких таких вот Моментов Положительных И не очень Что-то запамятовал Поэтому Прошу особо строго Не следить Можете дополнить Меня в комментариях Как вот вам Вообще в целом Дополнение Королева-Ведьма Как вам сезон Возрождения Стоит брать или не стоит Как вот его брать или не Как вот его можно купить На территории там СНГ и так далее Тоже можете поделиться Соображениями Ну а Я пока что Переду к следующей части Нашего уже Объемного видосика А вот поправляюсь Сам Банжи Выпустили Календарь Календарь Вот сезона Что нас ожидает На протяжении Вот Следующего На протяжении Весны То есть 22 мая У нас В уходе 22 марта У нас уже вышли Легендарные поля Пси сражений С пытанием В рейде Глядва послушника 1 апреля У нас будет Тестовый режим В испытаниях Асилиса Под названием Захват зон 5 апреля Будут сумичные налеты На сложности Грандмастер 8 апреля Будет фриланс В испытаниях Асилиса 12 апреля У нас выйдет Очередное железное знамя Пвп режим Да 19 апреля Мастер сложность Выйдет Для рейда Клядва послушника 22 апреля Выйдет захват зон В испытаниях Асилиса С 3 по 24 мая Выйдет специальный ивент Игры с стражей Где наши Под классы Будут соревноваться Титана Охотник и Варвар 6 мая Фриланс В испытаниях Асилиса Будет на выбранной Сообщественной карте То есть Для тех Кто любит играть Соло Будет ваш шанс Тут собственно Ну 8 апреля 6 мая А также 20 мая Ну и 10 мая Выйдет также Железное знамя Ну и Сообщество будет Выбирать карту В твиттере Поэтому у нас Это особо не коснется Потому что твиттер У нас на территории РФ заблокирован Как-то так Вот Ну и Что касается Рейда Клядва послушника Да То тут вот вам Небольшой лут пул По поводу того Какие шмотки Какие пушки С какой стадии падают То есть Здесь у нас Первая стадия рейда Вторая стадия рейда Третья стадия рейда И четвертая стадия рейда Кому интересно Так вот Как я уже говорил По поводу того Теперь Как нам собственно Купить Дополнение Королевы ведьмы Если вы вдруг Захотите сейчас Это сделать Ну можно Как я понял Есть вот парочка Официальных способов Да вот пока что Доступных на территории РФ Ну насколько я Насколько я выяснял Потому что Стим у нас Стим аккаунт Если он у вас Российский То все Это гг По сути Но В PSN То же самое То есть там Нельзя Покупать новые продукты У плейстейшена Да Нельзя Активировать коды То есть там Это все дело Прикрыли И Ну на Иксбоксе Вроде бы Народ продолжает Покупать через Аргентину Как он до этого Покупал Здесь вот можете Уже сами В принципе Дополнить Но Основное Да вот Допустим В том же самом PSN Если вы захотите Вот взять Дополнение То Мне вот Один из Зрителей Вот такую вот Информацию Сообщил На плойках Можно купить Игру Только если Создавать аккаунт Другой стране мира И покупать Но все Начинать сначала Придется Ну на вопрос Если Аки связать То Ответили мне следующее Ну дополнение Подтянутся Да вот Но Сезонов не будет Если делюкс Ну и просто Купленный сезон Серебро Скорее всего Так же будет Да Серебро Вот сейчас Вот просто так Не купить Как я понял В магазинах То есть Можно по идее Приобрести Какой нибудь Код Отдельно Да вот На всяких Сторонных Площадках На активацию Серебра И уже Либо через Сайт Банджи Это как-то Активировать Или через Или через Стим Попробовать Это сделать Потому что В Стиме Еще коды Можно активировать Но вроде Серебро Еще при этом Привязано К той платформе На которой Вы его купили Поэтому на Плейстешне Походу Не получится Это сделать То есть Мы можем К примеру Купить Какой нибудь Пизделушку Через Кроссплей В Стиме И потом Уже Пользоваться Ею В Плейстейшне Ну если У вас Кроссплей Включен Кто-то писал Что можно Купить Сезон В Стиме И он Будет доступен И для Плейстейшн По Кроссплей Но не проверял Так что Тут Мне против Не пишут Так что Если что Проверяйте Но опять же Все это у нас Достаточно Поверхностно По этой теме Мы проходимся Потому что Очень много Подводных камней О которых Я вот Могу не знать Так как Я дополнение Делюкции Здания купил И все Таскать По Инфе От очевидцев Происходит Поэтому Если у вас Есть что Дополнить По этому вопросу И вообще По какому-то вопросу Связанную Со всем этим Можете Дополнять Это все Дело В комментариях Под этим Видосом Ладно Далее С Иксбоксом С Плейстейшном Я думаю Более-менее Понятно Теперь По поводу Стима Тут немножко Поподробнее Мы пройдемся Хотя Не исключено Что Для Плейстейшна А Для Плейстейшна Не получится Так как Там Это все Дело Через Коды Происходит А коды У нас Все Ну Либо Да Какой-нибудь Плейстейшн PSN Завести Через VPN В какой-нибудь Другой стране Сидеть Ну тоже Как вариант Не знаю В общем Те кто Про эту тему Шарят Можете Более подробно В комментариях Отписать Короче Я думаю Многие из вас знают Да То что Если просто Зайти через магазин И попробовать Попасть на страницу Destiny 2 То мы там Ничего не увидим То есть Я вот могу Не залогинившись К примеру Зайти В Steam Да Но если я зайду сюда То мне Напишут То что Операции В вашей В вашей стране Доступны Там операция С этим С этой учеткой Недоступна Что-то такое В общем будет Но Как мне ребята Рассказали Доступно Улучшение Destiny 2 Королева-Ведьма До делюкса Здания То есть Если у вас Она вдруг была И вы захотите Купить Оставшиеся сезоны То можно будет Зайти по Вот этой вот ссылочке Да вот Набрать в поиске Не Destiny 2 Делюкса Здания Да Королева-Ведьма Просто То есть Вбиваем это все Дело здесь И вы попадаете На страницу Через которую Можно будет Добавить корзину И вроде и более-менее Купить По поводу того Как Steam Кошелек Теперь у нас Пополнять Здесь у нас В бой Идут Целая куча Различных сайтов Здесь я думаю Многие там Могут сами Привести Примеры в комментариях Я там Приведу Примеры Которые мне там Народ сам Скинул По данному вопросу То есть Наиболее популярный У нас сейчас момент Это допустим Завести себе Какой-нибудь Либо казахстанский Аккаунт И оплачивать Там Тенге Блин Надеюсь я правильно Произнес Потому что Казахи на это Очень жалуются Из-за того что мы Неправильно произносим Тенге вроде Да Ударение на первый слог Это я запомнил Тенге Вот То есть да Вот заводим Второй аккаунт И либо начинаем На нем все заново Либо как-то связываем Ваш основной аккаунт С казахским аккаунтом И потом уже Операции все через него Производим Как-то так Либо там еще можно Через турецкий Это все сделать И так далее Либо Пополнять Вот Через Всякие там Другие сайты Сторонние Да Через Платиру Через Стимгард Через Габенстор Да При помощи Ну то есть Мы там покупаем Карточки И при помощи Которых Мы пополняем Счет в стиме Да То есть Ну как я думаю Многие знают У нас сейчас Нельзя напрямую Свой кошелек в стиме Пополнить При помощи Всяких там Российских карточек Вроде мне там Говорят что Карточки мир Потихонечку пробиваются К способу оплаты Но я пока еще Это дело все не проверял Можете опять же По поводу этого Написать в комментариях Да Я бачу вас на то Чтобы вы писали комментарии Чего вы мне сделаете Ладно Вот по поводу Пополнения Своего счета Через Киеве Через Казахский И Тенге Вы можете Вот загуглить Отдельно Кому будет интересно Да При помощи там Создания Всяких там Других аккаунтов Связываний Там Через VPN И так далее Тоже Потому что я здесь Не рискну Прям подробные инструкции Предоставлять Потому что могу Где-то ошибиться И все И вы потом будете На меня из-за этого Бычать Неохота Ну в общем Кому будет интересно Можете этим всем Ознакомиться Самостоятельно Что могу сказать Из того Что я Прочитал У своих Зрителей Из-за того Что сам Конкретно Узнавал Еще В дальнейшем Типа Когда вот Вы создаете Какой-нибудь Зарубежный Свой Steam Аккаунт Во-первых Можно конечно В своем Steam Аккаунте Регион Поменять Но это Гораздо Сложнее Чем создать Какой-нибудь Аккаунт Другой Станей И по-моему Там на это Стоит Ограничение Раз в три Месяца Что-то там Свою там Свою страну И так далее Надо будет Прежде чем Залогиниться Вы Залогиниться